Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Для того, чтобы получить хороший урожай лука и чеснока, опытные садоводы применяют подкормки в течение сезона. Обе эти культуры очень чутко реагируют на внесенные удобрения. С помощью вовремя внесенных подкормок можно заметно увеличить головки в размере, а также сделать их более легкими. Сегодня расскажу о трех подкормках для лука и чеснока в течение сезона. Ничего более придумывать не нужно. Подкармливайте по этой инструкции и получайте хороший урожай из года в год. Первую подкормку осуществляем, когда перья достигнут в высоту 10-15 см. На лейку объемом 10 литров добавляем 1 столовую ложку с горочкой, аммиачный селитр или мочевины, и туда же следом 1 столовую ложку сульфата магния. Лук и чеснок очень любят магний. С достатком этого элемента головки растут крупными и крепкими, это проверено. Выливаем такой объем на 2 квадратных метра грядки, прямо сверху по зеленым перьям. Вторая подкормка осуществляется примерно в середине июня. Смешиваем в равных количествах золу и табачную пыль. Мне на моей грядке хватает по килограмму каждого средства. Эта и подкормка отличная, и неплохая защита головок от вредителей и болезней. Опудриваем посадки, дополиваем немного излейки. Много воды не лейте, лук и чеснок не любят этого. После полива можно скошенной травой замульчировать. И третья подкормка делается за 2 недели до выкопки. Подойдет любая калийная подкормка без хлора. В последние пару лет заменяю сульфат калия на экокалий. Экокалий – это калийное удобрение, которое производят из органики, а именно из подсолнечника. В этом удобрении содержится оксид калия 35-37%, фосфора 5% и магния 7. Раскидываю по 2 столовые ложки на каждый квадратный метр и поливаю излейки. После этого полив прекращаем вплоть до выкопки. Лук и чеснок с такой агротехникой получается хороший и крепкий. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!